Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. Новость дня. Президент страны Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Православная традиция в столице Чувашии готовится к крещенским праздникам. Осторожно, ватрушкам. С начала года от катания на ватрушках пострадали 470 человек. Главная политическая новость дня. Послание президента страны Федеральному собранию. Владимир Путин охватил все сферы жизни страны. Глава Чувашии Михаил Игнатьев присутствовал на оглашении главного документа. Вот как он прокомментировал основные инициативы главы государства. Поставил задачу перед руководителями регионов, перед органами государственной власти с одной единственной целью, чтобы мы сохраняли семейные ценности на основе духовно-нравственных ценностей многонационального российского и русского народа. Укрепляли институт материнства и детства. Третьих, занимались вопросами повышения доходов, развивая реальный сектор экономики. В Чебоксарах представители Чувашского отделения Общероссийского народного фронта обсудили ключевые моменты программного документа. Вместе с ними акценты расставил и наш корреспондент Рифат Фадкулин. Эксперты ОНФ внимательно слушали послания президента и что-то записывали. Цель такого совместного просмотра конструктивно и взвешенно обсудить поставленные в послание задачи. Особое внимание в своей речи Владимир Путин уделил вопросам медицины. На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2020 году планируется выделить 550 миллиардов рублей. 90% этих средств – федеральные ресурсы. Сама модернизация будет запущена 1 июля, уточнил президент. По здравоохранению люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ожидать приема узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье. Владимир Путин напрямую поручил Народному фронту следить за состоянием дел в ФАПах. То есть в каких условиях сегодня они существуют, ну слава богу, у нас это строится, но чтобы конкретную помощь оказывали в каждой деревне, не отправляли со справками дальше куда-то. Еще одной главной темой обращения Владимира Путина к федеральному собранию стала социальная политика. Это забота о простом человеке, о труженике. Он сразу начал с того, что народ ждет изменений и изменений быстрых, чтобы сегодня это отразилось. Вот особо мне понравилось, что до семи лет ребенку, где в семьях минимальный прожиточный уровень, чтобы дополнительными денежными средствами помогать вот такие семьи. 11 тысяч рублей до семи лет. И при том еще детям в начальных классах, до четвертого класса бесплатное питание. Мне кажется, это очень важно, чтобы могли расти здоровыми дети. В обществе четко обозначился запрос на перемены, заявил Владимир Путин. В их основе лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Ключевая задача на предстоящие десятилетия – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов населения. В послании был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. В частности, президент страны предложил дать Государственной Думе право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра и других чиновников правительства. Он считает, что это нужно обсудить всенародно. Правительство России подало в отставку, но будет исполнять обязанности деформирования нового состава. И к другим новостям. Небольшая деревня Ильбеши, что в Чебоксарском районе, уже полгода в центре внимания. До сих пор не утихают споры вокруг земельного участка, расположенного рядом. Если верить местным жителям, то вскоре здесь должно начаться строительство завода по переработке молока. И свой бизнес развернут не иначе, как предприниматели из Китая. Так ли это на самом деле, выясняла наша съемочная группа. Мы не хотим, чтобы чужие кто-то покупал. Но если свои, свои арендаторы кто-то, они китайцы же. Проблемный участок еще 12 лет назад был приобретен нынешним владельцем. И с тех пор стоял в резерве на перевод из сельскохозяйственной категории в промышленную. Специалисты утверждают, что перевод земель прошел в соответствии с буквой закона. Цель перевода, которые явились основанием для перевода и принятия этого решения, было заявлено заявителем основания строительства так называемого логистического, а по документам это у нас в соответствии с видом разрешенного использования под промышленно-складской комплекс, а не строительство завода китайскими инвесторами. Получается, что ни о каком заводе по переработке молока речь не идет, как и о том, что бизнес будут вести предприниматели из Китая. Вот он участок в 65 гектаров. Здесь предполагается строительство логистического центра. Возводить его собралась местная компания развития. Готов уже проект. Собственник недоумевает, почему он не может использовать землю по своему усмотрению. Документ о переводе участка из сельскохозяйственной категории в промышленную подписан Кабинетом министров Чуваши еще в июне 2019 года по инициативе хозяина земли. Но чтобы внести изменения в правила землепользования застройки, нужно решение собрания депутатов сельского поселения. Только после этого на участке могут начаться работы. С 10 января уже собрание депутатов состоялось, где вот это решение на сегодняшний день не вынесено. Почему вот это и происходит? Конечно, тут можно так комментировать, что депутаты на публичных слушаниях также они участвовали, и на собрании депутатов были под влиянием все-таки иных партий, тех людей, которые никакого отношения не имеют к данному населенному пункту, к данному поселению сельскому, приезжие с других территорий, представители партии, они высказывались, эмоциональные высказывания были в отношении намерений этого собственника. Поэтому тут нужно необходимо, вот после сейчас вынесения решения, заключения прокуратуры на проект решения собрания депутатов, если отрицательно будет, нужно провести дополнительно еще раз собрание депутатов, чтобы объективно оценить вот эту ситуацию, и чтобы этот участок именно использовался уже по новому целевому назначению, промышленному назначению. Насколько эмоционально, можно судить по кадрам, которые гуляют в интернете. Меньше всего это действия с участием выступающих, привезенных из других населенных пунктов, похоже на конструктивный диалог. Не говоря уже о том, что само собрание организовано с нарушениями. С точки зрения проведения публичных слушаний предусмотрен определенный порядок созыва собрания депутатов. По нашей оценке, как мы посмотрели, с правовых оснований, юридических оснований для проведения собрания депутатов 10 января 2020 года не было. Соответственно, как вы понимаете, любое решение озвученное в неустановленном порядке, проведенном собранием, оно нелегитимно. В стороне от ситуации не осталось прокуратура Чебоксарского района. Данное решение собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 10 января 2020 года поступило на проверку прокуратуры Чебоксарского района. И в течение установленного срока будет дана оценка его законности. В пустых словесных перепалках, неподтвержденных фактах, все забывают о том, что район, равно как и республика, может потерять многое от нереализованного проекта. Собственник общества ограничена ответственностью о развитии. Она предлагает нам производственные складские помещения, где будут созданы рабочие места для близлежащих деревень, населения. 150 рабочих мест они обещают. И, конечно же, это экономика, и налоги, налоговоставляющие бюджет разных уровней на бюджет района. И поступления эти, конечно, они необходимы. Никто из противников проекта даже не задумывается, сколько надо вложить сил, чтобы крупные инвестиции вошли в регион. Это огромная работа органов власти, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Инвесторы выбирают, прежде всего, те регионы, те районы, где более благоприятные условия. Это, прежде всего, дороги, коммуникации. Чебоксарский район, он всегда был привлекательный. И регионы борются за эти инвестиции. Если средства на строительство нового предприятия не придут к нам в регион, не придут к нам в район, то они уйдут в другой регион. Горячий характер обсуждения этого вопроса я связываю, прежде всего, с тем, что приближаются выборы главы Чебоксарской республики. И политическая борьба, она иногда проходит не всегда честно, но при этом в пылу политической борьбы нельзя забывать об экономике республики, о ее развитии, росте, о благосостоянии жителей нашей республики. Свою позицию еще не озвучил собственник земельного участка, вокруг которого ведутся споры. Он обещал высказать свою точку зрения нашей редакции в ближайшее время. Анжелика Григорьева, Павел Редков, Республика. Сегодня же в Чебоксарах произошел неоднозначный инцидент. Священнику Шоршельской церкви позвонили и пригласили осветить административное здание в столице. Вроде бы хорошее дело. Но, как оказалось, даже здесь нашелся повод для спекуляций. Активисты оппозиции привели священнослужителя в Дом правительства, а потом выложили в интернет свою видеоверсию происходящего. Расстроенные священнослужители обратились к нам с просьбой помочь объяснить инцидент. В преддверии праздника Крещения Господня очень много просьб с просьбой осветить дом или купель освящают. Я подумал, что значит администрации города хотят позвать, чтобы окропили везде святой водой. Хотя по периметру, где это возможно, административного здания, Дом правительства. По первому зову нам нужно идти освящать. О том, что просьба о проведении обряда исходит вовсе не из Дома правительства, отца Евгения никто не предупредил и тем более не поставили в известность, что видео с его участием появится в интернете с неожиданным информационным поводом и трактовкой. Я на них зла не держу. Они тоже, можно сказать, попросили меня просто осветить. Но я считаю, что если они мои действия выполнят во вред кому-то, с намерением сделать зло, я считаю, что нужно прийти и покаяться в храм. Попросить прощения у Господа. Потому что это тоже тяжкий грех, обман. На моей памяти и моей практике таких случаев даже не было. Потому что мы всегда идем с чистым сердцем, доверяемся людям, потому что люди нас приглашают на благое дело. Даже в голове не укладывается, что такое может когда-то совершиться. Когда священников используют в каких-то грязных целях, опять же, обманным путем, это очень непристойно. И против Бога человек согрешает, когда обманным путем какие-то сведения. Особенно, когда в политической борьбе используют церковь, стараются как бы так это все привлечь в междоусобной борьбе. Это очень нехорошо. Это большой грех. И люди, которые это совершают, они потом будут нести ответственность перед Господом Богом и будут отвечать за свои грехи. У них один только выход. Исправиться, прийти в храм и покаяться в своих грехах. И не творить никогда зло, потому что зло вернется злом. Стало известно, что суд приостановил дело о ликвидации Чуваш-кредит-промбанка. Это решение вынесено вчера, 14 января. Ходотайство поступило от Банка России в лице Национального банка Чуваши. При обязательствах кредитной организации в размере 3,8 миллиарда рублей его активы составляют 3,7 миллиарда рублей. Поскольку принудительная ликвидация банка применяется только в том случае, если у него достаточно средств для покрытия обязательств, дело по производству пришлось приостановить. Сейчас в суде находится еще один иск в отношении Чуваш-кредит-промбанка о его банкротстве. Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники Следственного комитета. 9 лет назад это ведомство стало самостоятельным, выйдя из структуры прокуратуры. Торжественное собрание в республиканском управлении стало поводом подвести итоги работы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Задача сотрудников ведомства собрать неопровержимые доказательства вины тех, кто переступает черту закона. Только в прошлом году следователями республики было раскрыто сотни уголовных дел. Чаще всего это десятки вот таких томов с показаниями свидетелями и результатами экспертиз. Кропотливая многомесячная работа. За оперативными сводками о расследуемых уголовных делах стоит безопасность жителей региона. И теперь о работе ведомства будет рассказывать майор юстиции Евгения Куснецова. В целом 2019 год стал для Следственного управления по Чувашии годом плодотворной и эффективной работы в результате которой качество предварительного следствия осуществляется на высоком уровне. В 2019 году значительно улучшилось качество следственной работы, повысилась оперативность расследования уголовных дел и уровень законности принятых по ним решений. Так число оправданных лиц в 2019 году уменьшилось на 75%. Оправдан всего лишь один человек против четырех в прошлом году. Исход приговора суда во многом зависит от качественной работы следователей. В прошлом году было раскрыто большинство уголовных дел. Сегодня мы их сохраняем и продолжаем лучшие исторические традиции органов прокуратуры и предварительного следствия. Вносим свой вклад в борьбу с криминальными угрозами, коррупцией, защищаем права граждан. Коррупционные преступления в числе особо тяжких. Те, кто переходит черту закона, всегда получают реальные сроки. Фигурантами уголовных дел становятся и должностные лица. В ходе процессуальной деятельности не допущены нарушения конституционных прав граждан, в том числе при задержании. В борьбе с преступностью на первый план выходят конструктивные взаимодействия исполнительной власти и правоохранительных органов, отметил председатель кабинета министров. Защита прав граждан ключевая задача. Много с вами работают в рамках совещательных органов, комиссии, традиционных сообщений по правопорядку. И зачастую решают много сложных и важных проблем. Лучшим работникам ведомства вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков Республика. В Чувашии участились случаи детского травматизма при испуске с горок на ватрушках и ледянках. Основная причина катания в неположенных местах. Только с начала года в травмпункт Республиканской детской клинической больницы обратились 470 человек. Тюбинги или ватрушки остаются на пике популярности. Но безобидная на первый взгляд зимняя забава катание с горки может обернуться серьезными последствиями и травмами. Из числа обратившихся в детский травмпункт по поводу травм полученных при спуске с горок на тюбинги обращались в процент в соотношении до 60-70% обратившихся. Из них мысли можно посчитать, где-то человек 30-40 были с травмополученными при катании на ватрушках. Мест оборудованных для катания на тюбингах не так много. Безопасно скатиться с горки можно возле монумента матери-покровительницы в парке Амазония, парке Николаева и в Лакреевском лесу. Поэтому большинство травм дети получают, катаясь в неположенных местах. Этому пациенту 6 лет. Он очень любит кататься на ватрушке. Вот и в эти каникулы решил составить компанию старшему брату. Катались с ближайшей горы врезался в железный столб. Итог – ушибы, перелом и внутренние гематомы. Будьте осторожны с ватрушками и катайтесь в положенных местах. С начала года при катании на ватрушках уже 16 детей госпитализированы с тяжелыми травмами. Перелом костей конечностей, то есть обычно перелом нижней конечности, голень, бедро, компрессионный неосложенный компрессионный перелом позвоночника, это прыжки на кочках, это довольно-таки много черепно-зговые травмы, вплоть до тяжелых черепно-зговых травм, ушибов, головного мозга, спирелом костей, сводочереп. Медики настоятельно рекомендуют для катания на ватрушках выбирать пологие горки и в специально отведенных местах. Катание на ватрушке эмоционально и очень травмоопасно, поэтому следует соблюдать простые правила. На спуске не должно быть никаких препятствий, держаться нужно за боковые ручки, ноги не должны касаться земли. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. В Чувашии запустили программу обязательного обучения плаванию школьников младших классов. Сейчас школы, в которых нет собственных бассейнов, заключают договоры с соседними спортивными комплексами, чтобы плавать научились как можно больше детей. На старт! Внимание! Поплыли! Один раз в неделю третьеклассники 23-й столичной школы приходят в спортивный комплекс «Спартак», чтобы научиться плавать. Занятия бесплатные, родители довольны, а дети просто счастливы. Чтобы не бояться воды, надо поверить в себя. Плавание полезно практически для всех. Дети, которые систематически ходят в бассейн, лучше развиваются, меньше болеют. Кроме этого, умение плавать может спасти им жизнь на водоемах. В Чувашии ежегодно тонут дети из-за того, что не умеют держаться на воде и не знают элементарных правил. На занятиях ребят учат именно этому. Мне очень нравится ходить в бассейн. Я хожу и с классом, и с папой и мамой. Я научилась плавать по собачьи, плавать на спине и нырять глубже под воду. Занятия в бассейне для учеников вторых-четвертых классов стали обязательными по указу главы Чувашии о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей, подписанному в декабре прошлого года. До этого школьников некоторых образовательных учреждений тоже водили в бассейны. Только занятия в основном были платными. На протяжении последних лет мы постарались охватить плаванием многие школы города. Мы понимаем, что инфраструктура спорта в части плавания не сильно развита, потому что сегодня только у нас в девяти образовательных учреждениях имеются бассейны. И кроме того, к этим бассейнам закреплены микрорайонные школы, которые также посещают по графику данные спортивные объекты. Но таким образом все-таки у нас около 20 образовательных учреждений, это треть школ города Чебоксары, обеспечена необходимой спортивной инфраструктурой в виде плавательных бассейнов. Остальные школы сейчас оформляют договоры с городскими и республиканскими бассейнами. 10 тысяч детей уже учатся плавать в Чебоксарах. Остается найти места еще для 6 тысяч. В муниципалитетах, где нет бассейнов, власти будут заключать соглашения с физкультурно-оздоровительными комплексами близлежащих районов о предоставлении их услуг на безвозмездной основе. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В ночь с 18 на 19 января православные отметят крещение Господне. По традиции окунуться в святую воду в эти дни стремится и старый млад, где можно будет укрепить дух и тело. Смотрите далее. Традиционно основное место для погружения в купель около свято-троицкого монастыря в столице Чувашии. Здесь снова оборудуют четыре проруби глубиной чуть больше метра. Кабинки для переодевания, пункты обогрева, биотуалеты, контейнеры для мусора. Все это установят рядом. Здесь же в крещенскую ночь будут работать ларьки с выпечкой, горячим чаем и даже бульоном. Таких открытых купелей в столице Чувашии семь. В этом году появилась еще одна закрытая. Она расположена в районе речного порта. Каждый желающий не может в Волгой реке. А тут закрыто, более-менее, значит, удобно. Возле каждой купели в городе будет обеспечивать безопасность отделом полиции по городу Чувашии. В том числе и на территории этой купели будет работать полиция для обеспечения безопасности горожан. В таком деревянном домике два помещения отдельно для мужчин и женщин. В каждом есть своя купель, скамейки, свет. Сегодня отец Михаил уже осветил воду. Искупаться в ней теперь можно не только в дни крещения, но и весь год. Ожидается, что окунуться именно здесь будет особенно много желающих. Тем не менее, прежде чем окунуться, необходимо проконсультироваться со специалистами. Погружение в ледяную воду полезно не всем. В любом случае это не должно быть экстремальным моржеванием. Достаточно просто умыться святой водой из Ордании. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова